Дорин, погоди. Лазарев. Я люблю тебя. Жить без тебя не могу. Каждый день думаю о тебе. Никогда не смогу у тебя относиться просто как к другу. Я надеюсь, ты сейчас шутишь? Нет, не шучу. Это то, что я вижу каждый день в твоих глазах, когда ты смотришь на нашего профессора. Лазарев, не надо всякую ерунду нести. Мне с ним просто коллеги. Да, именно поэтому у тебя три дня не было в отделении, а сейчас ты пьешь отвратительный кофе из автомата. Просто чтобы лишний раз не пересекаться с доком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что ж это такое? Где же они? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему ты мне сразу не позвонила? Еще ночью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, где же вы ходите? Открывайте скорее. Ладно, Сергеевна, здрасте. Извините, пожалуйста. Отбежал на секундочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Доброе утро. Как фильм назывался, где главному герою нужно было выпить таблетку, чтобы проснуться и все вспомнить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В матрице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно. Так вот эти. Так не работает. ЗВУКОТ Хочешь шарлотку? Тереза испекла. Шикарно. Поговорить хочу. Помнишь, мы с тобой разговаривали про наши отношения? И я вдруг подумала... Андрей Николаевич, в тамкате поступила только что. Какая? Дочь твоя в приемном. Даш, прости, прости, пожалуйста. Ой, девочка. Мам, ну хватит паниковать, ну пожалуйста. Все, никто не паникует. Я вижу. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, котенок. Здравствуйте. Игорь Иванович, что случилось? Все в порядке. Просто экзамены сплю мало. Приутомилась немного. Так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Боже мой. Что это? Да... Тесны кровоточат. А может быть, легочная инфекция? Температура есть? Нет у меня температуры. Желудочно-кишечное кровотечение? Не знаю. В любом случае, надо. В любом случае, ну позвольте мне подойти и осмотреть ее. В смысле? Это наша дочь. Я прошу вас успокоиться и дать мне возможность осмотреть ее. Мам, пусть она меня осмотрит, а? Тихо, 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 тихо. Сказала, что Кате плохо. Я сказала, вызывайте скорую. Но Катя выхватила трубку и сказала, что у нее все хорошо. Но я взяла машину и привезла ее к нам. Прости, может, я сейчас не очень соображаю, но что это может быть? Да все, что угодно. Тромбоэмболия, легочная артерия. Я не знаю. Наркотики. Ты с ума сошел? Я не знаю. А ты что, знаешь? Чем она питается? С кем общается? Где она вчера была? В каком-то баре вроде. И что пила, а что ела? Да я не знаю, что она пила и ела. Почему она вообще переехала в общежитие? А ты подумай. Извините, вы не подскажете, где здесь туалет? Вон там вторая дверь. Придурь, молю. Давайте я сам. Да. Ну что у нас? Здесь я в копеек и ангия пульмонография нужна. Ну что думаешь? Ну пожалуйста, мам, пап, все в порядке. Я посплю и все будет хорошо. Что? Все хорошо говорю. Желудочно-кишечное кровотечение. Кашель. Язвенная болезнь. Почему сразу еду? Она тебе на что-то жаловалась. Нет, вроде. Конечно, откуда тебе знать? Ты ее не видишь неделями. Синдром Мэлори Вейса. Погодите, нет. Синдром Мэлори Вейса чаще всего случается у алкоголиков или наркоманов. Нет. Нет, это исключено. А ты обратила внимание на ее бледность, куда бы? Значит так. Если бы моя ночь пила или принимала наркотики, я бы об этом знала. Откуда? Она бы тебе по телефону или смс-ка не написала. Ты знаешь, причину, по которой Катя съехала из дома, ты не забыл. Ты попросту не знал. И дело не в том, что ты потерял память. Тебя просто не было рядом. Я прошу прощения. Давайте вернемся к Кате. Потому что если это синдром Мэлори Вейса, то ни для кого не секрет, что лечение нужно начинать незамедлительно. Иначе это может привести к летальному исходу. Ну так начинайте! Прости, Аня, я ничего не имел в виду. Я тоже ничего не имела в виду. Но если меня не было рядом с вами, тогда где я и был? Где угодно, только не с нами. В основном на работе. Ты тогда очень отдалился от нас, стал чужим, никого к себе не подпускал. Сейчас я понимаю, в каком аду ты жил, веняя себя в смерти Гриши. А мы с Катей остались одни. Мы с вами еще в прошлый раз поднимали вопрос оптимизации. Этот вопрос остался открытым. Поверьте, это не моя прихоть. Но придется что-то сократить. Проверка еще не закончена, Анна Сергеевна. Но уже сейчас можно сказать, что по финансовой части к вам есть чему придраться. Перерасход по некоторым статьям, не очень рачительное отношение к внебюджетным источникам финансирования. Что вы имеете в виду? Я имею в виду договор на клинические испытания Сатанала с известной вам фармкомпанией. Ваша клиника рискует потерять большую часть средств из-за приостановки работы. Насколько я знаю, причиной послужил случайная смерть пациента. Не могу утверждать, но мне кажется, пойдут слухи о том, что за этим стоит конфликт интересов. Хотите сказать, что я являюсь заинтересованной стороной? Ну что вы, нет, конечно. Я на вашей стороне. Но другим-то в голову не залезешь. Расследование еще не закончено. А я вас ни к чему и не склоняю. Просто проговариваю факты. Вы сами должны взвесить все риски и принять решение. В конце концов, вы руководитель этого учреждения. Ребята, привет! Всем приветики! Я Сибирь покажу вам просто сумасшедшее место. Я сейчас в знаменитой четвертой больнице. Да, слушай, действительно затенение. Может, тебе лучше к нам? Ох, мама! Стоп, стоп, стоп! Подождите, ну? Я же должна больницу показать. Смотрите, какая крутая локация! Ага. Все, пойдем старше. У меня такая строгая надзирательница. Это же... Координаторская. Это же... Был такой проект на телеке? Да, да, да. Прозрачные стены. А сейчас ведется футбол, куча народу смотрит. Так, Роман Евгеньевич. А позвольте вас проводить. Здравствуйте. Меня Валерий зовут. Здрасте, Валерий. Привет. А я Роман. Здрасте, Роман. Такие провожающие мне нравятся гораздо больше. А вот это номер восемь. Да, спасибо, Наталья Ивановна. Ребят, а вы что, меня узнали? Конечно, вы Мишель. Шикарное начало. Вашу Мишель узнает даже здесь. Так, холодильник. Надеюсь, там есть мини-бар. Стоп. Стоп. Эту тачку пора сменить. Хочу прогуляться. Ребят, поможете? Да, конечно. Что за вопросы? Ну, как, котенок, чувствуешь себя? Лучше. Хорошо, что лучше. Кстати, как медик, ты должна понимать, как важно определить начальную симптоматику. Пап, я не на твоей лекции. Я не собираюсь читать тебе лекции. Я просто хочу, чтобы ты его взрывал. А я и не болею. Зря вы все всполошились вообще. Ну, хорошо будет, если зря. Но я все-таки должен понимать, что же с тобой произошло. Слушай, мы с тобой не общались целую вечность. Я понимаю, что сейчас, может, не самый подходящий момент, но... Катюш, привет. Мне мама позвонила. Здрасте, Андрей. Не помешал? Нет. Нет. Зайду потом. Я тут принес. Крекеры твои, любимые. Ну, вот и пришли. Добро пожаловать в палату. Так, так. Позвольте. Ну, это, конечно, не пять звезд, но и не хостел. Да, не, не, шучу, шучу. Отличная камерка. То есть, это палата, да. Друзья, вам, наверное, интересно, что я тут делаю. Это тайна, которую предстоит рассказать лучшим докторам на свете. Ребята, поможите. Привет, привет. Привет, привет. Ого, всем привет. Здравствуйте. Мы вынуждены вас прервать. Нам нужно провести осмотр. Да, да, конечно. Друзья, я вынуждена прервать трансляцию. До встречи в следующем эфире моего нового шоу «Палата». Пока-пока. Поможите всех. Пока-пока. А вы тут что делаете? Интересный, редкий случай. А ординатору нужно опыта набираться. Конечно, конечно. Пусть остаются. Они такие милые. Я Мишель. Ну, вы, наверное, меня знаете. Янина Станиславовна. Мария. Очень приятно. В общем, у меня болит нога. Вся красная. Ну, я пока так ее перемотала. Вчера температура была. Так, давайте посмотрим, что у вас там. Давайте. Что будем смотреть? Ноги? А, ну да-да-да, конечно. Так. Ну, а вы времени даром не теряйте. Валерий Станиславович. Так, я, пожалуй, пойду. Нет-нет, стойте. Вам же нужно учиться. Оставайтесь. Я тут в стороночке постою, мешать не буду. Что будем делать? Может, что-то надо снять? Разве еще что-то осталось? Ну, а я за. Так, оба вышли отсюда. Так, ну, во-первых, пациент не против. Во-вторых, я хотел сделать еще фотографию. У меня, кстати, есть тоже... Валерий Станиславович, вас дождались в вашем отделении. Будьте добрыми. Все, я пошел. Я, кстати, диагност. Заходите на диагностику. Роман. Ой, девчонки. Какой этот кудрявый, скромненький такой хороший. Он свободен? Нет. У него девушка есть. Он рассказывал. Очень жаль. Откройте рот, пожалуйста. Боже, ребята, я даже не упала в оборот. Привет вам от обескровленной виши. Круто. Ого, уже 150 тысяч. Болевой синдром в ноге, температура, покраснение голени. Я не знаю, что это может быть. Посмотрите, а была какая-то травма, может? Да не было травм. Класс. Ставьте лайки, ребята. Давайте сюда. Чего они так внимательно рассматривают? Ну, это... Пациентка, звезда соцсетей, запостила нашу больницу. Там уж наверняка за сотню тысяч просмотров. Это ерунда, такого быть не может. Ну? Спорим? Ну что? На ужин в ресторане. Эльбовар, разбивай. 200 тысяч просмотров! Обалдеть. Слышал? Да, выбирай кухню. Мне бы столько в моем блоге. Силикон ставь и гиалуронку в губы. Не, ну я серьезно. За один час столько народу. Столько народу с лоботомией. А вы что, завидуете? А тюнингованных девчонок полно. А собрать столько подписчиков и удержать, это реально талант нужен. А талант у нее есть. Даже два. Это точно. Ну только что с ногами. О да, ноги шикарные. А кто не слышал, что там с дочкой Дока? А что с ним? Ее еще утром привезли, даже Док не знает, что с ней. Она из Зорина в мыле. К ней должны подойти на выстрел. А может мы можем как-то помочь? Нужна будет наша помощь, поможем. Слушайте, давайте займемся ногами нашей силиконовой дивы. Сделаем эхокардиографию, проверим почки. Ей нужно будет сделать УЗИ вены нижних конечностей и УЗИ сустава. Сделаешь? С удовольствием. Валер, я ни разу не видел, как делают УЗИ ног. Можно с тобой? Конечно, можно. Чего? Ну я правда не видел. Ординаторам нужен опыт. Я научу тебя делать, УЗИ ног. За работу. Если Катя какие-то вещи просила, то я соберу. Вы поймите, Алина, в этой ситуации нам нужно понять, скрывала от нас Катя что-нибудь или вы. Может быть что-то необычное ты заметила? Новая компания или проблемы с деньгами. Она вчера где была? С кем? В баре каком-то. А с кем, я не знаю. Да вы не подумайте, Катя почти не пьет. Почти не пьет, хорошо. Мы можем посмотреть на ее вещи? Ну, смотрите. Правда, мне идти нужно. Вы ключи тогда вахтерши оставьте. Хорошо. Не переживай. Спасибо. Ну надо же. Это твой, Юр? Да, я ей давно отдала. Думала, она выбор. Она выбросила. Это, я так понимаю, она слушает. Группа Киви? Что это за группа такая? Не знаю. Анализы не выявили ни опиоидов, ни канабиоидов, ни синтетики никакой. Но есть следы бензодиазепинов. Что это может быть? А это ей зачем? Откуда, Нюня? Сейчас мне будут делать ОЗИ. Прописал мне его вот этот строгий доктор. Выключите, пожалуйста, телефон. Упс. Упс. Пока-пока. Так, мы сейчас аккуратно будем нажимать вам на сосуд, чтобы проверить проходимость кровотока. Ну что, студент, поможешь? Да ладно, чего ты стесняешься? Я не кусаюсь. Можно? Да-да, конечно. Простите. У тебя такие нежные руки. Спасибо. Ай! Щекотно! И холодно. Мария Алексеевна. Ну, зачем же только формально? Зовите меня, как все. Мишель. А что вы там смотрите? Ой, вы не дергайтесь, пожалуйста. Филибита – очень серьезное заболевание. Оно может привести к закупорке кровеносных сосудов и даже смерти. Если его не лечить, но филибит лечится, вы не волнуйтесь. Тем более у вас его нет. Фух, ну и прекрасненько. Так, надо этот стол запилить. Ребят, давайте с вами. Мы сделаем вам анализ крови. Порой неизвестность может быть хуже, чем филибит. Плохие новости. Ну, почему ты так решила? Мне не нравятся выражения у ваших лиц. Катюш, солнышко, ты не сердись, просто мы же твои родители, мы хотим знать, как ты живешь там одна. За последние несколько лет столько всего произошло, конечно, и совсем недавно ты была еще ребенком. Как же это? Послушай, мы с папой просто хотим понять, что с тобой происходит, что у тебя на душе, может быть, ты страдаешь, понимаешь? Мама, даже если ты повторишь это медленно, я все равно ничего не пойму. Хорошо, откуда у тебя эти таблетки? Вы что, копались в моих вещах? Прости пришлось, так а докуда они у тебя? Ты действительно хочешь услышать? Боюсь, ответ тебе не понравится. Да, я хочу знать, какой гад дал тебе эти таблетки. Ты? Я? Я же говорила, ответ тебе не понравится. Смеешься? Я не помню. Мы тогда редко виделись, почти не общались. Я попросила помочь, ты дал мне таблетки. Зачем? Я много училась и так переживала, что не пришла сдавать экзамены. Думала, что вылечу из универа. А в итоге, благодаря ним, все наладилось. Ты был единственный раз, когда ты хоть как-то мне помог. Нет. Брутая толк now. Сделаешь на это же, пожалуйста Спасибо Пожалуйста Что думаешь про свою тезку? Думаю, что многие тысячи лет эволюции не смогли дать мужчинам достаточно мозгов чтобы отличать настоящие от подделки Я не понимаю, почему она так тебя бесит? Потому что все, что она делает, это вранье Да почему? Смотри Вот Она все честно рассказывает Год назад у нее еще не было такой груди Вот тут она объясняет, что приняла предложение продюсера стать ведущей шоу «Идеальная жизнь» и начинает совершенствовать свой внешний вид Это ее работа Неужели это кому-то интересно? Лучше бы мозги проскилила Ты знала, что Мишель учредитель фонда, который собирает деньги на пластические операции людям, пострадавшим от аварий Ожогов Она помогла уже сотням Никогда бы не подумала Анализы крови ничего не показали Может, это осложнение? После чего? После пластики Наш грудь дело, а не ноги А это не важно Что не важно? Ты уверена? Да А что у нас показали? Анализы? Анализы еще не готовы Но я абсолютно уверена, что это лута-иммунная реакция в ответ на силиконовые импланты Угу То есть ты уверена? Да А я нет Пока не осмотрю пациент И не увижу результаты УЗИ и МРТ молочных желез Может, тогда ее сразу сюда привезти? Успеем Посмотрим у вас Мария Алексеевна Нет, нет, нет Мария Алексеевна Если вы не сделаете операцию, вы умрете Или останетесь тяжелым инвалидом Лучше уж без ног Причем здесь ноги? Вас парализуют Господи, вы хоть знаете, сколько это стоит? У меня контракт Жизнь дороже контракта Я должна подумать О чем? Жить или не жить? Пять минут вам хватит? А можно просто заменить импланты? Вряд ли Скорее всего, у вас непереносимость Я же потеряю шоу Что я буду делать? Будете выглядеть естественно и жить Да кому нужна эта естественность? Нет Я не могу Этот образ вас убьет Боже мой Какая трагедия Из-за двух кусков силикона У вас 10 минут На принятие решения Готовь к операции Мария Алексеевна Нужно делать операцию Потерпи Повреждений нет И в нижней части никаких разрывов Достаем ондоскоп Подожди Идем дальше Вот она Слизистая кровоточка И рыхлая Сметоплазией Думаете, это пищевод Барта Или аденокарцинома? Мы сделаем биопсию Давно вы последний раз ели? Да я у вас тут как на строгой диете Ничего не ела со вчерашнего вечера Кашу эту Не смогла Скажите, а долго еще? Хуже ничего нет, чем ждать Сейчас подготовят предоперационную палату И вам надо смыть макияж И снять все украшения Ужасно боюсь А импланты вставлять не боялись? Это условия контракта Положительное влияние смены имиджа На динамику просмотров И спонсорские контракты Слова продюсера Это все деньги А у меня мама инвалид в Можайске И два младших брата Школьника И теперь моим контрактом Кирдык Ну вы же сами сказали Что смена имиджа Положительно влияет Да кто теперь знает Куда она влияет? Мария Алексеевна Я видела ваши фото Ну, которые до операции Вы на них очень красивы И потом Сейчас же в моде Все натуральное Биокосметика ЗОЖ Слушай, давай на ты, а? Давай На то, как эти Биокосметика Натуральная красота Не знаю Может, ты и права Все будет хорошо Все эти девочки Короткие челочки Все эти девочки Острые стрелочки Ну, все же имеют право на самоурожение Да это понятно В конце концов Ты не обязан Любить такую музыку Музыку нет Вот свою дочь Любить, ценить Понимать Обязан Но не пичкать ее Тринквилизаторами Прости меня Но ты правда Придурок У тебя что Нет друга Психиатр С кем можно посоветоваться? Я очень плохой отец Я ее совсем не знаю Я теперь боюсь, что вдруг Я не успею узнать Андрей Проблема есть Проблему надо решать И чаще всего Требуется несколько подходов Разных подходов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Катюш Катюш Катюш, все в порядке? Да, да Я сейчас Сейчас. Да, да, все в порядке, просто... Кать, точно все хорошо? Да. Я просто резко встала. Кать, так, так, так. Похоже, у тебя обезвоживание. Сейчас поставим капельницу, восстановим водный баланс. Кать, скажи мне, у тебя диарея? Угу. А что ж ты молчала? Думала, ничего серьезного. Ну и плюс ко всему добавилась диарея. Я получила результаты биопсии. Слава богу, это не опухоль. Нет, не сиди. Видимо, это плохая новость. Да, Кать становится хуже. Появилось головокружение, обезвоживание и диарея. Я не понимаю, почему у нее пищевода так на начальном состоянии. На фоне симптомов и анализов я могу предположить, что это рефлюкс на фоне воспалительных заболеваний кишечника. Нет, это что-то не то. Я... Не понимаю. Я не знаю. Надо искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты чего здесь? Ждешь кого-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так мы же это... в ресторан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо? Да, да, хорошо. Ну, давай, пока. Пока. Курай, Степанов, я бутербродик сделаю. Осталось что-нибудь? А ты чего, домой-то не идёшь? Останусь за Катей, посмотрю. А чего раньше не сказал? Я б тебя с девчонками с кем-нибудь поменяла. Только я поменялся. Так. Это значит, прыгаем через голову начальства, да? Ладно, не заводись. Больше так не было. Ладно, мой родной, пойду я. Давай, пока. Сейчас сниму. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ольга Александровна, я все уберу. Все уберу, не волнуйтесь. Откуда это, пап? Вообще, я говорю, у тебя в комнате было на плакатах. Это Оренкин плакат. Но было круто. Эй, олендеры. Билет купил. Три. Ну, подумаешь, что с подружкой, может, пойдешь. Или с родителями. С мамой и с тобой. Давай-ка я тебя лучше осмотрю. Ну, дай лапку. Упала просто. А ну-ка скажи честно, куришь? Нет. И правильно делаешь. Потому что капли никотина убивают лошади, хомяка разрывают на куски. Пап. Ну, тише. Ты чего? Ты, ну, ты что? Пап, это я виновата. Ты ни в чем не виноват, Брю. Пап, это я виновата. В чем он-то виноват? Тогда... Гости оставили... Оставили жидкость для электронных сигарет. Она очень вкусно пахла. Я открыла флакончик от нее. Мы играли. И Гриша сделал вид, что это вино. И выпил ее целиком. Я тогда не стала вам говорить. Я боялась, что вдруг поездка даже накроется домой. Потом я никак не могла добраться с вероятностью. Папа, прости меня, пожалуйста. Блин, ты что? Ты ни в чем не виновата. Милая моя, ты ни в чем не виновата. Ты ни в чем не виновата. Да это я, турак. Я не видел. Я только потом узнала, сколько там никотин. Прости, моя, прости. Тихо, тихо. Воды. Тихо, тихо, тихо. Анализы готовы. Это может быть пневмония с молниеносным течением. Как так может быть? У нее были чистые легкие. Антибиотики. Антибиотики начали. Сразу же. Эффекта нет. Тихо. Тихо. Через. Тихо. Сразу же. Док, все наладится, все будет хорошо. Очень часто в больнице звучит фраза «все будет хорошо». Что она означает? Что она означает? Я не знаю. Я не знаю. И спросить мне у кого? Хорошо. Это значит жить. Не согласен. Спросите у пациентов, которым вы спасли жизнь. Да я сам сейчас пациент. Тогда, с вашего позволения, побуду в некотором роде врачом. Довольно интересно, попробуй. В жизни есть шанс исправить ошибки. Не всем. Да, но порой достаточно исправить хотя бы одну. Я не знаю. А я знаю. Когда-то я допустил ошибку, а вы мне помогли ее исправить. Благодаря вам я потерял только ногу, а не жизнь. Причем жизнь вы мне спасли дважды. Сначала вы вовремя поняли, что со мной. А потом, после ампутации, я хотел умереть. А вы сумели заставить меня жить. И даже бегать. И говорю вам, что Катя жива. А значит, многое можно еще исправить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, что эти мусорки? Это же мусор. Тут больше ничего нет. Один мусор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мусор-то, мусор дайте, я выброшу. Я помню, что с моей дочерью. У нее болеемее. Глянь, целое ведро. Нашел у нее слабительное. От того, что она постоянно вызывает рвотный рефлекс, у нее повреждены костяшки на пальцах. Это же все объясняет. Химический пневмонит. Желудочный сок в легких. Вот почему антибиотики не работают. Кортикостероиды? Немедленно. И бронхо-аггалярный лаваш. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая школа понравилась? Никакая. Я не думаю, что нашего ребенка нужно отправлять учиться в Англию. У него и здесь хорошая школа. Ты это серьезно? Да. Ты мне что, позлить хочешь сегодня? Нет. Я просто хочу, чтобы наш сын остался с нами. Хорошо. Обсудим это позже. Хорошо. А что насчет возобновления клинических испытаний нашего препарата? Я делаю все возможное. Понятно. То есть ничего. Может, ты с отцом поговоришь? Он подключится. С его связями... Я не думаю, что он это будет делать. Одно дело тебя устроить на работу. Другое дело... Тем более, боюсь, что возобновление исследований не поможет. Что ты имеешь в виду? Я перепроверил полученные данные по препарату. Слишком много побачек. Боюсь, что вы не получите регистрацию. Знаешь что? Как хочешь. Но результаты должны стать идеальными. Как? Ну как? Я что, должен поделать данные? А что тебя смущает? То есть друга травить ты можешь, а циферки расставить правильно рука не поднимается? Зачем я тебе вообще об этом сказал? Сделал? Угу. Ну-ка, покажи. Это что такое? Все как курица лапой. Найди, переделывай. Да, тут же все правильно, ты не встал. А должно быть не только правильно сделано, но и красиво написано. Прямо, сыночка, я помогу тебе. Он должен сделать сам. Хорошо. Так. Ну, чего у тебя здесь? Ничего, красиво. Чего мама будет, как курица лапой? Все очень хорошо. Почему мама так часто ругается? Потому что мама хочет, чтобы у нас все было хорошо. Понял? Давай ручку. Смотри, ты делаешь двадцать, я делаю семнадцать. Только тщ-щ-щ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, не бойся. Всем привет, это Мишель Спарк. И я сейчас в лучшей больнице на свете, где мне спасли жизнь. Не переживайте, все нормально. Правда, я теперь выгляжу немножко по-другому. Ну вот, как-то так. И если вам не нравится мой истинный облик, то извините. Хотя, почему я должна извиняться? Любовь не должна быть искусственной, как и грудь. Все должно стать искренним и настоящим. И я решила вернуть себе свое настоящее имя. Я Маша Хохлова. СМЕХ Посмотри, смотри. Ребят, я вас обожаю. Ребят, я так рада, что вы любите меня и такое. И я хочу показать вам девушку, которая помогла мне. Посмотрите. Это Маша, моя спасительница. Вот, смотри, подружка наша. Эй, олигархи, зачем вам пластиковые красавицы, когда есть такие девушки, как Маша? Всем привет. Уже сто тысяч просмотров. А что будет через час? Да, наша Маша скоро звездой останется такой-то рекламой. Почему я не допер про импланты? Мне бы такая реклама не помешала. Мам, пап, привет. Привет, Катинка. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. А ты уже рассказал маме? Нет еще. О чем? О том, как сильно я его слюблю. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok